Светительский центр Сретенского монастыря Но чаще всего мы относимся к святости как к чему-то запредельному, недоступному для нас. Мы чтим образы святых, но в то же время понимаем, насколько мы грешны и насколько они святы, что это какая-то не наша история. И вот все-таки что такое святость и как ее достичь? И реально ли ее достичь современному человеку? Есть ли какие-то алгоритмы святости? Как достигается святость в миру? И вообще святые осознавали свою святость или мучились вот такими же вопросами? Об этом и о многом другом мы поговорим сегодня с отцом Игорем Фоминым, настоятелем храма в честь святого благоверного князя Александра Невского, примгимо. Батюшка, здравствуйте. Здравствуйте. Я бы даже уточнил. Мы поговорим о святости, как ее достичь в этих шикарных креслах, в этой прекрасной обстановке. И, ну, как говорят, когда вы все опоседовали после сытного обеда, вот мы с вами и поговорим. Да-да. Отче, давайте начнем с терминов. Что такое святость и действительно есть ли какие-то алгоритмы, как ее достичь, какие-то инструкции? Да, вот здесь по поводу святости, по поводу терминов. Естественно, очень трудно определить, что такое святость. Естественно. Если мы берем верхний завет с вами, то... Мы чаще всего встречаем слово «праведность». То есть в иудейском обществе очень важна была праведность. Святость там почти, ну, как бы не употреблялась, хотя, в общем-то, есть эти термины, встречаются в Ветхом Завете. Но праведность. Что же такое праведность? Праведность — это точное соблюдение закона. То есть ты праведен перед законом и, естественно, ты праведен перед Богом. Здесь, на самом деле, это очень важный такой вот наш взгляд. Мы должны на это посмотреть, на иудейское общество. Совсем недавно мы с вами отмечали праздник Рождества Престой Богородицы. И мы должны с вами четко понимать, когда случилось это событие. Рождество Престой Богородицы спустя грехопадение, изгнание Адама из рая на 5508 лет. Вот когда мы сопоставляем эти даты, мы сразу понимаем, странно как, почему Господь так долго не воплощался. Почему он не приходил. Все иудейское общество было заточено на то, чтобы пришел Господь. Они его ждали. Даже вот почему бездетность в иудейском обществе, она, в общем-то, порицалась. Порицалась вплоть до того, что тебя могли выгнать из общины, выгнать из селения. Ну, к примеру, Иаким, отец Престой Богородицы, он был священником. И в какой-то момент его начальник, первосвященник, не принял у него жертву. Потому что в глазах первосвященника Иаким был неправедным. Неправедным, у них не было детей, значит, они не участвуют в пришествии Мессии. То есть Господь отстраняет эту семью от пришествия Мессии, значит, они в чем-то в глазах Бога неправедны. И не находилось такого человека, который бы смог принять чистого Бога, через которого мог бы воплотиться чистый Бог. Мы знаем с вами, что Адам изгоняется из рая вместе с Евой, так как ничего нечистого не может быть чистым. Ну, по большому счету, даже здесь не изгнание Адама из рая, а Адам сам себя удалил из рая. Просто любящий, милосердный Господь, это тоже нам очень понадобится, он оставляет такую лазейку, что кто изгнал, тот может обратно принять. То есть в Священном Писании пишется, что Господь изгнал Адама из рая. Но, по большому счету, Адам сам себя удаляет из рая, потому что ничего нечистого не может быть чистым. И вот Господь ждет и ищет ту, через которую он может воплотиться. И она появляется спустя только 5508, ну или там 509 лет, разные есть подсчеты. То есть этой праведности не находилась в иудейском обществе, не находилась той, через кого Господь мог воплотиться. Почему я так это внимательно много акцентирую? Потому что для иудеев вера вообще не важна в Бога. Это самый интересный момент. Я как-то уже говорил даже несколько раз, мы записывали одну программу на телеканале «Спас», и в программе участвовал православный священник, имам и раввин. И вот мы за кулисами собрались, беседовали, и в какой-то момент Ройн говорит, слушайте, вера – это очень интимная вещь. Веру проверить вообще невозможно в Бога, веруешь ты или не веруешь. У нас самое важное – это соблюдение закона. Это вот праведность. Переходишь ли ты дорогу на красный свет или на зеленый, вот это для нас. Ты живешь в обществе, и ты должен соблюдать заповеди. А веришь – нет, это твое личное интимное дело. Вы знаете, меня это тогда очень сильно поразило. Меня поразило, но очень сильно расставило все, скажем-то, точки над «и» на самом деле. Вот мы говорим там фарисейство, еще что такое. Не фарисейство, это праведность. Они стремятся к праведности, к четкому соблюдению закона. Приходит фарисей, мытарь, в храм помолиться, говорит нам Господь. И один бьет себя в грудь и говорит «Боже, милости буди мне грешному». Мы даже можем сказать, что он ищет святости. А второй – он ищет праведности. Он говорит «Я не такой, как прочие. Я пащусь два раза в неделю, хотя надо было один раз в неделю поститься. Я подаю десятины с мяты, мины и так далее». То есть вот я делаю все, что предписывается законом. Очень интересно, я когда служил в Казанском соборе, это такой храм на Красной площади, в котором больше прохожан, чем прихожан. И сталкиваешься совершенно с разными людьми, очень интересными людьми. И вот как-то в будний день, в будний день тогда немного было причастников, я сейчас не знаю как, дай Бог, чтобы было намного больше, но тогда в будний день человек опять может причащаться. И естественно, священник выходит, исповедует, на часах служит литургии, и ты всех, в общем-то, помнишь, кто поисповедовался. И служил один батюшка, и приходит, значит, выходит с чаши причать, и подходит одна в монашеском облачении женщина, и он спрашивает, «Матушка, а вы исповедовались?» Она говорит, «Я исповедовалась у архимандрита такого-то, и ты меня должен причастить». Ну, там батюшка тоже ответил, и они были так, в общем, достойны друг друга, все замечательно, вот, да, диалог у них случился, потом они по службе, конечно, но я к чему? Я к тому, что вот, когда нельзя причащаться, вот, простите, что я все вот так вокруг окол, но я просто вот хочу расставить такие вот поляночки. Когда нельзя причащаться? Когда ты достойно подготовился? Вот ты достойно подготовился, это единственная причина, по которой ты не можешь причащаться. Другие моменты, они, ну, скажем, дискуссионные. Ты ночью там попил, да, ты привел ребенка, вот, знаете, как в многодетной семье, допустим, вот, я встречал так, богословский спор у детей, которые едут на причастие в машине, да, можно ли причащаться, если ты съел козявку? Да, вот они едут и рассуждают об этом. Вот, один говорит, можно, другой нельзя. Вот, все имеет дискуссионный какой-то момент. А вот, когда я прихожу и говорю, Господи, сейчас я с тобой соединюсь, я этого достоин, я все прочитал, я этих козлов не осудил, я такой, в общем-то, вообще вот так доволен собой, вот здесь, конечно, нельзя причащаться. Вот это единственное, наверное, точно, когда нельзя причащаться. Опять же, почему? Какое это имеет отношение к нашему разговору? Это имеет разговор к святости. Ты праведен? Конечно. Бесспорно. Ты уже на одной ступеньке вместе с Богом стоишь, ну, по крайней мере, в своих рассуждениях. Но какое твое состояние имеет отношение вообще к святости, к Богу общению? Никакой. Бог получается, знаете, такой в баночке, да? Вот у меня есть баночка с гречкой, у меня есть там баночка с выходными, у меня есть там баночка хобби, у меня есть баночка работы, у меня есть баночка с Богом. Когда надо, я ее открыл, из нее там это, покушал, да, и закрыл до следующего раза, когда мне праведность, конечно, праведность, смотри, Господи, какой я. Вот тебе не стыдно будет за меня, там, перед другими, там, людьми, да, перед другими народами и так далее, там, подобно. Это к святости вообще никакого отношения не имеет. Это имеет отношение к праведности. Но насколько праведность, она близка к святости? Вы знаете, самое интересное, что вот из святости вытекает праведность, можно так сказать, а из праведности не вытекает святость. Вот самый удивительный такой момент. Как только ты себя считаешь достойным, все, это трагедия. Это вот трагедия. Как только ты успокоился, как только ты сказал, что да, я не такой, как прочие грешники. И здесь сразу трагедия. Для прихода такие, конечно, люди очень удобные. Ну, слушайте, очень праведные. Знаете, что они много времени не займут, жертвуют десятину, да, там, да и больше, там, еще что-то такое. Но, опять же, вот, приход-то не для того, чтобы растить праведников, а приход для того, чтобы растить святых. Вот эта святость, вот об этой святости мы и должны с вами разобраться. Где? Где мы вот должны найти святость? Ну, конечно, наш разговор будет похож на этим. Ульюйсу в расторжении брака есть замечательный фрагмент, когда епископ, да, приезжает в рай и встречается там со своим другом, который говорит, слушай, нам надо идти вот в эту гору, да, и до рассвета, если мы с тобой достигнем, мы там встретим с тобой того, о ком мы с тобой мечтали. О том, о ком мы с тобой говорили все время на скамье, когда мы учились с тобой в университете и так далее. И этот человек из, значит, католического или протестантского какой-то священия, епископ, он говорит, слушай, не могу. Я все понимаю, но не могу. Говорит, у меня сегодня в аду богословский кружок, говорит, и я главный докладчик. Какой бы был Христос, если бы достиг 50-летнего возраста? Вот, я думаю, это будет примерно такой же у нас с вами сегодня разговор, потому что, и я очень рад этому буду разговору, на самом деле, я сразу согласился вот на предложение по одной простой причине. Мы хотя бы должны попробовать, нащупать, что же такое святость. Потому что святыми, скажем так, не становятся, а их делает сам Господь. Вот, он выбирает себе чадо, он берет себе того, кто, в общем-то, мил его сердцу, он берет того, кто угодил ему, и вот мы должны, наверное, об этом с вами и поговорить. Значит, мы определили, что праведность и святость – это разные вещи. Иначе бы, значит, мученика в Анифате мы должны были бы как бы исключить из святостов, да, и куда-то вот убрать. Пил, развратничал, и потом, в общем-то, стал мучеником, да, как-то очень нехорошо. Получается, вот как в Евангелии, да, мы должны были бы исключить эту притчу о тех работниках, которых нанял Господин. И всем заплатил одинаково, так, как договорился, хотя все работали по-разному. Кто-то 12 часов, кто-то 10, а кто-то вообще один час не работал. Тогда это не про праведность, это про святость. И Господь выбирает сам себе работников. Что же все-таки такое святость? Человек святой, тот, который может, я, наверное, здесь вспомню Антония Суровского, тот, который может давать отблеск божественной славы, или на ком отображается отблеск божественной славы самого Бога. Вот этот отблеск божественной славы, он и свидетельствует о святости. Мне очень интересно, знаете, как-то мне рассказывали такую историю, как, значит, экскурсионный автобус приехал в Оптину пустыню. Это было где-то там в 90-е годы, и были еще такие экскурсоводы очень интересные. Да и сейчас, в общем, есть интересные очень экскурсоводы. И вот экскурсовод рассказывал про оптинских старцев, что вот они здесь жили, это были такие замечательные люди. Значит, они достигли святости и могли предсказывать будущее другим людям, и вокруг их головы был нимб. Да, вот, да, это и есть святые оптинские старцы. Я очень сильно сомневаюсь, что кто-то из них хотел быть прозорливым, да, и ходить все время с нимбом на голове. Вот я очень-очень в этом сомневаюсь, потому что, общаясь еще в Троицерии Лавре, вот в скором времени будет 105 лет, если я не ошибаюсь, со дня рождения отца Кирилла Павлова, и в Лавре будет посвящен этому даже вечер. Мне, слава Богу, довелось с ним пообщаться. Вот, я понимаю, что вот его прозорливость, это был крест для него. Это был крест. То есть, знать судьбы других людей, знать судьбы даже других каких-то времен на какой-то промежуток времени, это действительно, это тяжелый-тяжелый крест, который ты, в общем-то, несешь. И вообще, святость, это страшный такой, в общем-то, грех. Грех. Состояние. Это действительно очень сложное состояние. С одной стороны, и это совершенно блаженное состояние, с другой стороны, потому что святой человек это служитель самого Бога. Но вот я сказал отблески божественной славы на лице другого человека. Значит, святой человек должен отражать самого Христа. Отражение самого Христа для других людей. Наверное, вот с этим мы и должны с вами как-то посмотреть по работе. Каким же был Христос? Если мы внимательно читаем Священное Писание, то Господь говорит «Возьмите иго моё на себе и научитесь от меня, так как я есть кроткий и смиренный сердцем». И потом он утешает нас, что вот иго моё благо, и бремя моё легко есть, надо быть только решительным, следовать за Христом, а всё остальное, в общем-то, Господь сам устроит. Действительно, вы знаете, вот когда человек начинает подражать Христу, то, естественно, льна курящегося он не переломит, да, и трость он, в общем-то, не сломит, тростинку он не сломит. Кротость и смирение. Вот они, два признака святого человека. Всё остальное, ну, как бы мы так, скажем, давайте под большим вопросом. К примеру, сейчас интернет наполнен пророчествами и предсказаниями Владимира Вольфовича Жириновского, которые сбываются. Вы сами это видите. Но пока что вопроса о его святости, о причислении к лику святых, в общем-то, не стоит. Да, и не знаю, зря не зря не стоит, но просто не стоит. Да, но удивительно, всё, что он говорил, и мы это видим, свершается вплоть, наверное, до каких-то дат даже, что бывает. Значит, аналитический склад ума, психологическое, скажем так, твоё предсказание или даже откровение от Бога не является признаком святости. Опять же, мы с вами должны понимать, вот сегодня читалось Евангелие на литургии, где Господь проходит искушение от дьявола, и одно из искушений, дьявол ставит его на крыло храма и предлагает сброситься вниз. Цитирует 90-й псалом лукавый, что ангелы подхватят тебя, да, и ты не притнёшь оками ногу твою. То есть, как бы говоря, вот ты сейчас это сделаешь, все увидят этот замечательный акт твоего чуда, все начнут руку плескать и так далее. А Господь это отвергает. Господь отвергает веру через чудо. Вера чуда, оно ничего не доказывает. Вот это самое интересное. Оно может свидетельствовать, но оно не доказывает. то есть, опять же, все вот эти чудеса или все те какие-то события, которые сопутствуют людям святым, каждый из вас, я полностью уверен, сталкивался с такими людьми святыми. Каждый человек в своей жизни, ну, как бы проходил этот этап общения со святым человеком. Опять же, это не является ни его заслугой. ни, скажем так, долгим временем кропотливого труда, да, там вот, он там делает поклоны, молится, ходит в паломничество или еще что-то такое, и за это ему вдруг даруется какое-то чудотворение. Нет, абсолютно нет. Чудотворение даруется только кроткому и смиренному сердцу. вот это единственный признак поверьте мне святости. Вы, наверное, сами уже это в своей жизни сталкивались, проходили, что самые большие чудеса свершаются тогда, когда ты смиришься. Самые большие чудеса смиряются тогда, когда ты, в общем-то, пребываешь в кротости. Это не так просто, смирение и кротость, потому что смирение, оно тоже бывает разным. Мы помним, как Иоанн Лествичник, придя в один монастырь, увидел, как молодой подвижник, брат, вдруг достиг таких высот в смирении. Его там укоряли, его смиряли, и он к нему приступил, говорит, брат, расскажи мне, как ты достиг таких высот. Ты действительно являешься образом смирения. Обратите, Иоанн Лествичник, человек, который прошел многие-многие монастыри, который сам являлся и молитвенником, и подвижником, и вдруг молодом брате увидел именно вот эту святость, это подвижничество, на что этот брат, как мы с вами помним, прекрасно говорит, а что мне обижаться на этих псов? Лают себе и лают. То есть он был намного выше уже. и вот эта высота, это снисхождение, этот взор сверху, даже человек опытный, который на тот момент писал совершенно уникальную книгу Лествицу, он ошибся. Он увидел в этом, в общем-то, смирение и кротость. Оказывается, смирение и кротость это не только внешнее, и в первую очередь не внешнее качество, а внутреннее. Внутреннее качество, когда человек, уподобляясь Христу, восходит на крест в данном случае, в нашем случае, своей жизни со смирением, а что такое смирение? Это с радостью и благодарностью востреблять все то, что Господь не спосылает тебе на жизненном пути. Это не сомкнутые зубы, не такое терпение, когда ты напрягаешься и весь в терпении пребываешь, а когда с радостью и благодарностью воспринимаешь все то, что Господь не спосылает тебе на жизненном пути. И таких вещей я вам могу очень много рассказать. У меня был совершенно гениальный один случай, я был крайне им поражен, я его везде рассказываю, это было давно, метро, час пик, в крайние вагоны народ входит, а в середину уже зашли народы, народ зашел весь. И женщина 40-50 лет где-то вот в этом промежутке вбегает в вагон, вдавливает молодого человека туда, ну, чтобы за ней закрывается дверь, и я так понимаю, что она понимает, что он совершенно пьяный. Вот, женщина вправо, влево, народу полно, не протиснуться, поезд трогается, и молодого человека простите меня, вырывает. Вот, она кое-как уклоняется, но все плечо, вот весь плащ, вот все-все-все-все-все. Да, народ перестал дышать в вагоне, колеса перестали стучать, и эта женщина говорит, надо же, огурчик к огурчику, горошинка к горошинке. я не мог представить, что у нашего народа в метро столько тряпок, столько воды, эта женщина спасала этого молодого человека, его хотели на месте разорвать. Она говорит, ну что вы, ну с кем не бывает, ну зеленый еще, ну молодой, ну перестаньте, на следующей остановке вышло с ней полвагона, вот поверьте, полвагона. Столько этих воды, тряпок, денег напихали на химчистку, на такси, она год будет химчиститься, год будет ездить на такси. Она спасала этого молодого человека, его хотели в полицию сдать, вот, она говорит, беги, иди, не трогайте его, беги, беги, беги. Почему? Вот почему вот такое свершилось? Почему с ней полвагона? Мы, кстати, можем с вами спроектировать другую ситуацию. Значит, молодого человека вырывает, женщина, ну, я так по себе думаю, значит, кулачком в лоб, да, трехэтажным матом и каблучком на ножку. Вот, да, что произойдет? Все скажут, женщина, ну с кем не бывает, ну зеленый еще, вот вам вода, вот вам тряпки, утритесь, и выйдут все в другие двери, она будет стоять в этой луже. Удивительное дело, с ней это уже свершилось, это будет уже всегда. Даст она в лоб этому молодому человеку, не даст, он обратно это не заберет. Вот, она будет одевать после химчистки этот плащ, она всегда будет вспоминать, что вот у ней такое вот там свершилось. Но она эту ситуацию развернула в свою сторону. Вот вы знаете, она недалеко от Царствия Небесного. Я вот точно, вот это прямо ощущается. Вот недалеко от Царствия Небесного. Удивительный момент, когда человек, данность, то, что вот с ним происходит сейчас, он может в любой момент обратить в свою пользу. Вот это святость. Вот это действительно то, что происходит с людьми. Мы говорим, к примеру, мы можем вспомнить священно-мученика Фадея Тверского. Все знают этого совершенно потрясающего святого человека, очень интересного архиерея. Ну, его житие, ну, просто, мне кажется, вот это какое-то вот, да, исключительно. Вспомните, как он умер в нечистотах, а взошел на небо. Вспомните, как он жил в этом лагере последние свои дни. Ну, это тяжелейшее, в общем-то, жизненное обстоятельство. Удивительный момент. Или отца Михаила Труханова, описание его книги, да, допустим, «Мои последние 40 лет жизни», да, вот он там, или «Мои первые 40 лет жизни», да, он где описывает лагерь. И параллельно с ним, я не буду сейчас называть имя автора, тоже, в общем-то, ну, хотя я назову книгу, ну, все пойму, да, «Колымские рассказы». Вот два примерно одинаковых произведения. Примерно одинаковые ситуации. Только одну книгу читаешь, и ты понимаешь, что дай сейчас автомат этому человеку, он всех расстреляет. А второму читаешь книгу, как он там умирал, как его там, значит, отпаивали несколькими этими клюковками, да, вот приносил там горстучку клюка, и ему там по несколько ягодок этого сока, когда он там совсем загибался, умирал, ну и так далее. Там ужасы какие-то, да. И как он с легкостью это описывает. И ты понимаешь, что вот за этим что-то стоит, вот за этой легкостью, за этим принятием, то, что Господь тебе не спосылает. Да, это трудно, конечно, это тяжело. Нам, конечно, хочется, в общем-то, оставаться сидеть в этих креслах, и чтобы было все прекрасно, и хорошо, и замечательно, и тихо, и спокойно. Но этого не бывает. Кто хочет жить благочестиво, будет гоним. И это гонение, если ты правильно его, скажем так, воспринимаешь, оно дарует человеку именно такую святость. Это что относится к смирению. Когда произносят слово «кротость», то мне почему-то всегда кажется, вспоминается замечательный зверек Крот. Он очень не такой, не симпатичный, мне кажется, потому что, наверное, под землей, но очень, знаете, иногда хочется на него быть похожим. Ниже плинтуса кроткий человек, и тишь воды ниже травы, в общем-то, назовем это так. Действительно, с кроткими людьми очень интересно общаться. Обычно кроткий человек — это тот человек, который своему собеседнику задает очень много вопросов, потому что он видит в своем собеседнике всегда интересного человека. Вот это тоже какой-то маленький штришок, но посмотрите. Кроткий человек — это тот человек, у которого, ну, я так не побоюсь этого слова, хотя сейчас психологи на меня набросятся, наверное, у него отсутствует свое «я», и это совершенно ему не вредит. То есть, ну, что такое отсутствие своего «я»? Мы с вами очень ограниченные люди, правильно? Ну, мы ограничены временно, интеллектуально ограничены, да? Ну, много у нас всяких ограничений, там, физически как-то ограничены. То есть, есть определенное какое-то наше с вами пространство, в котором живет мое «я», то есть, моя личность, да? Но в этом же пространстве должен жить еще и Бог. Должны жить мои ближние, родственники, друзья, там, животный мир, да, растительный мир, дача должна жить, работа, ну, все, весь-весь спектр того, что с нами происходит, что у нас там, в общем-то, есть. И чем больше мое «я» в этом ограниченном пространстве, тем меньше места для всего остального. Я вот из своего детства помню, что в основном у всех были всякие Ньюфандленды и овчарки, а сейчас все Чо-Хоа и так далее, да? Вот происходит. И вот самое интересное, что вот это пространство, в котором живет мое «я» и все остальное, оно, в общем-то, зависит, естественно, только от моего «я». Как, насколько я могу дать возможности занять в этом пространстве Богу, своему ближнему, окружающим каким-то событием. Если я хочу как можно больше, чтобы в этом пространстве было Бога, я должен как можно меньше сделать своего «я». я хочу, чтобы мои ближние узнали о Боге, я должен в этот пространство запустить и Бога, и своих ближних. Но если ты христианин, православный христианин, то ты не можешь не желать, чтобы твои ближние узнали о Боге. Значит, еще меньше должно быть мое «я». Но мое «я» будет еще меньше, если я посмотрю на дачу, на огород и так далее, потому что, естественно, я человек тот, который должен еще и немножечко отдыхать. Духовно восторгаться, душевно отдыхать, физически, телесно, работа и так далее. То есть получается, что чем меньше мое «я», чем меньше его заметно, то есть оно прозрачно, тем, в общем-то, по большому счету, мне должно быть комфортней. Потому что здесь сразу и Бог присутствует, и ближние, и все-все-все-все-все. И как же определить, кроткий я человек или не кроткий? Мое «я» – большое или маленькое? Вот когда в мое пространство начинают тыкать, если большое «я», в него обязательно попадут. И этому «я» будет очень-очень больно. А если в мое пространство тычут и говорят, «Дорогой отец Игорь, вы дурак, окромя сана». И я задумываюсь и говорю, «Слушайте, точно, да, так оно и есть». И в моей душе ничего не всколохнулось, в общем-то, то тогда я могу, в общем-то, да, сказать, что действительно, вот Бог занимает мое пространство. Я где-то рядом с Богом. Ну, только вы мне этого не говорите, а то узнаете, какой я кроткий. Да, вот. Вот это, на самом деле, вот этот очень важный момент, что если мне, если я вдруг когда-то замечаю, что мне вдруг не больно, когда тычет мое пространство, вот, а, естественно, я болею душой за ближнего, за Бога, за, там, весь зоумир, да, и, там, что у нас еще, какое есть, другие какие-то пространства, то, в общем-то, где-то вот кротость уже совершенно рядышком. Вы, наверное, обращали внимание, вот стоят люди, да, вот стоим, и какой-то интересный, допустим, собеседник. Вот все на него нацелено, да, ну, или в храме, допустим, люди стоят, и вдруг батюшка говорит, подойди сюда. Вот. Обращали ли они, что и реакция разная? Нет? Кто-то сразу говорит, я? А кто-то поворачивается назад и с удивлением смотрит, кого же позвал батюшка. Разница какая, да? Я достоин, а кто-то нет. Сейчас очень много мошенников, телефонных мошенников, причем бывают даже такие, что диву даешься. Могут позвонить и сказать, вы знаете, а сейчас с вами соединиться Сергей Семенович Собянин, к примеру, вот, у него к вам очень большая просьба. Вот это да, галстучек поправить, сесть поудобнее. Сергей Семенович, здравствуйте. Да, и вот, вы знаете, вот, мы хотели бы, чтобы вы нам помогли поймать тех мошенников, которые уводят деньги из банка и начинают очень подробно рассказывать, что надо сделать со своими деньгами, на какой счет перевести и там подобное, и человек на это ведется. Подумать только. Тебе позвонил сам мэр города Москвы. Вот это да. Почему переводят деньги? Из-за гордости. Если бы сразу человек бы знал, что я никто и звать меня никак, то, конечно бы, никакой ни Сергей Семенович, ни Обама бы, ни кто-либо другой бы, естественно, меня потревожить бы, не смог бы. Все дело именно в моем я. И вот это я надо уменьшить. Значит, святость мы можем с вами разложить, как я уже сказал, на эти две составляющие. На смирение и кротость. Смирение и кротость, они никогда не бывают без, самое интересное, без интеллектуального такого роста. Вот это очень удивительный момент. Потому что смиренный человек и кроткий человек, он всегда очень терпеливый, он всегда очень ну, внимательный человек, когда у тебя есть смирение и кротость. Он в каждом человеке видит интересного собеседника, интересного человека, от которого он может, скажем так, ну, подчеркнуть много-много, в общем-то, чего там полезного. И вот к смирению и кротости, если мы с вами прибавим ну, любознательность, причем эта любознательность, она только одной направленности. она направленности на Христа, она направленности в познании Христа, все, что связано со Христом. В смирении и кротости присутствует молитва, обязательно присутствует молитва, не в виде праведности, не в виде правила, а именно в виде молитвы. Это тоже очень важный такой показатель. Ну, если мы еще с вами заглянем на в свяце, то мы, естественно, увидим совершенно разных людей, которые, в общем-то, совершенно по-разному прошли свой жизненный путь. Кто-то, скажем так, не знал Христа, увидел мученичество других, я сейчас имею в виду первых мучеников христианских, и вот он сидит где-нибудь в ариопаге или сидит на судилище, встает и говорит, и я исповедую Христа. Не будучи ни крещенным, никаким, идет, принимает мучения, крестится кровью своей ради Христа и восходит, естественно, к Богу. Мы увидим других, те, которые прожили часть жизни блудно, ну, блудно я здесь не имею, физически такой блуд, а имею в виду именно в первую очередь духовный блуд, то есть без Бога, без Христа, да, может быть, и блудно, и физически, Мария Египетская, да, меня всегда вот это житие очень поражает, вот сколько уже там слышу его, с детства слышу ежегодно это житие, и оно всегда не поражает, и там всегда какие-то новые аспекты появляются, вот прожила она там блудно, и потом столько же времени прожила в пустыне, даже больше, чем, в общем-то, она прожила до этого, прожила в пустыне, пытаясь сохранить ту благодать, которая была ей дарована, скажем так, ну, авансом, да, ее не пустили в храм, она вдруг раскаялась, поняла, приходит ее, благодать Божия пропускает в храм, она причается и уходит за Иордан, и там, в общем-то, живет неимоверное количество лет, питается, не пойми чем, неизвестно, как, в общем-то, существует, и к концу жизни остается святой, или мы читаем современных подвижников, новомучеников, которые, как замечательно в книге «Не святые, святые» у владыки Тихона описывается, да, что вот жили недостойно, давайте помрем, как настоящие христиане, ну, вот такой же пример, да, святости, или теперь можем уже обратиться к нашему времени, есть ли среди нас с вами святые, конечно, есть, это всегда очень простые, несложные, какие-то замечательные люди, причем они могут быть яркими, могут быть, я имею в виду в общественной жизни, могут быть совершенно так вот незаметные для общественной жизни, святость это, ну, не какая-то, в общем-то, не какое-то соответствие инструкции, это жизнь во Христе, но, естественно, жизнь во Христе, она накладывает на человека определенный отпечаток. Спасибо очень за такой развернутый ответ. Очень важно, что вы сказали про христоцентричность, святость, потому что в первой части ответ можно быть святым, будучи просто хорошим человеком, допустим, та женщина, про которую вы рассказали в вагоне, да, может быть, она и не вера во Христа, ведь по жизни встречаются просто добрые, спокойные, тихие, подроживатели, люди очень терпеливые, сама, такие, отзывчивые, допустим, старшие поколения. Я знал многих людей, вот из таких строителей социализма, они за всю жизнь не украли ничего, очень честные люди, которые жили по правильным понятиям, но в храм не ходили и Христа не знали. Все-таки, когда мы говорим святость, мы подразумеваем вот эту, ну, как сказать, хорошесть, что ли, именно во имя Христа, да, без Христа она не будет вот такой полноценной, настоящей, христианской, не будет христианской добродетелью, правильно я понимаю? Да, абсолютно правильно, да, естественно, мы говорим святость, это только то, что... ...поступки, то, что ты делаешь ради Христа, и по-другому мы даже с вами и помыслить сейчас не можем, то есть, понимаете, в чем проблема? Вот, вы затронули очень важную тему, спасется ли хороший человек? А кто такой хороший человек? Да, тот, кто не украл, не убил, не прелюбодействовал, ну, все понятно, который вот соблюдал заповеди, вот мы придем и скажем, да, Господи, я не украл, не убил, там, не прелюбодействовал, почитал отца и матери, не поклонялся другим богам, я выполнил твои заповеди? Господь скажет, нет, мои заповеди не делай, мои заповеди люби, ну, любовь, естественно, большой буквы, это любовь, есть Бог, это есть, кто такой хороший человек, который не убивает, не крадет? Это просто нормальный человек, понимаете? Мы почитаем святых или хороших людей, читаем их житие и смотрим, что вот они что-то такое там не делали, плохое то, что мы делаем, и говорим, ух ты, вот это да, а по большому счету это неправильно, это личное мое восторжение, потому что я так не могу, это то же самое, как восторгаться олимпийским чемпионом, который там, не знаю, прыгнул там, на сколько, на три метра, да, или пробежал за четыре секунды, там, или еще что-то такое, там, проплыл, столько-то там километров, да, какой-нибудь железный человек, там, соревнования какого-нибудь железного человека, добрый человек это просто нормальный человек. Каким творится Адам? Нормальным человеком. У него все вот эти качества есть налицо. А грех низводит человека до, в общем-то, погибели. И если мы встречаем в человеке какие-то нормальные качества, которые не соотносятся ко Христу, это не значит, что все, теперь он, Христос, он обязан взять его в Царствие Небесное. Нет, не поэтому. Совершенно не поэтому. Мы спасаемся верой, об этом говорит апостол Павел, мы спасаемся именно верой во Христа, ни от каких дел закона мы оправдаться не сможем. Я прошу прощения за такой, может быть, глупый вопрос. Кто, почат Божьих, ближе к Богу? Человек, который не верует во Христа, не ходит в право, но в то же время является добрым, отзывчивым, может совершить... Какая самопожертвованность за другого, трудится ради других, вот такой альтруист, да, никогда никого не обидит, защитит слабого и так далее, и так далее. Или человек, который верует во Христа, постоянно грешит, но кается, ходит в храм, пытается вести какую-то такую борьбу духовную жизнь. Но по нравственным качествам он гораздо ниже первого. Ну, вы знаете, конечно, хочется здесь сейчас привести благоразумного разбойника или там первосвященников, которые были очень грамотными, которые все понимали, разбирались. Но самое интересное, что вот здесь мы не можем с вами сесть на престол Судьи Всевышнего и говорить, а кто тебе, Господи, больше нравится, да, вот, и так далее. Господь сам выбирает тех людей, которые стремятся. И это усилие сердца человека, который, в общем-то, что-либо делает. Я думаю, что Господь сам, в общем-то, выберет того человека, которого он не призовет. Но, естественно, для нас есть определенный критерий. Все-таки это вера во Христа, вера в его спасительную жертву. Естественно, это вот тот же самый благоразумный разбойник. Первый вошел в рай. Если вот внимательно прочитать его диалог, как он обращается ко Христу, что он говорит? Помяни меня во царстве своем. Не то, что возьми меня, я тоже туда хочу и так далее. Все, у него нету никаких, скажем так, он прекрасно себя знает и так далее. Он говорит, просто помяни меня. Мне уже будет хорошо, если я буду знать, что меня там, в Царстве Небесном, помянули. Вот она кротость, вот она смирение, вот она само такое уничижение, умоление своего я. И, естественно, все это происходит вокруг Христа. поэтому вот здесь сказать, что добродетель пролонгированная или одномоментная, да, исповедие Христа, что более угодно Христу, ну, мы точно с вами не можем сказать. Но добродетель, знаете, вот такая пролонгированная, она тоже ради чего она совершается, для чего она совершается? Мы же видим, допустим, сейчас очень много добродетельных мамаш, которых вокруг своих детей наносятся, как вот со списанной торбой, да, вот так вот, как такие курицы-наседки, да, полный рот шоколада запихнуть, в общем-то, чтобы они не двигались, все сами делают и так далее. Добродетель это или нет? Мы прекрасно понимаем, что в перспективе временной совершенно не добродетель. Совершенно не добродетель. Поэтому вот здесь на самом деле святость это очень трудный момент. Это крайне трудный момент. Ты можешь всю жизнь посвятить служению Христу и в последний момент так и не войти в Царствие Небесное. В последний момент скажем так отказаться от Христа. Это трагедия. Это большая-большая трагедия. Если мы читаем Святых Отцов, ну, к примеру, вот Серафим Саровский, то мы у него читаем очень интересное выражение. Когда я говорю от Бога, я говорю правду. А когда я говорю от себя, я ошибаюсь. И часто ошибаюсь. потрясающе. Казалось бы. Святой человек, мы же помним, как он заступился за тех крестьян, которые его избили. Их бандитами всегда выставляют. А на самом деле это были простые крестьяне, которые пришли рубить лес, наделенный монастырю, монастырский лес. То есть они решили своровать лес. И конечно бы, если бы Серафим Саровский действовал от своего я, он бы сказал да рубите. Кто там знает, кто там увидит, рубите. Но он был поставлен охранять этот лес. Он жил вот в этом лесу, в этом доме, да, и естественно он их прогнал. И они пришли мстить ему. Почему он за них заступился? Да потому что были крестьяне, которые были невиновными, как бы их нужда заставила, он это понимал бы, он бы им это отдал бы. Если бы он заступился просто за бандитов, которые его там хотели обворовать, но я не думаю, что это была бы святость в человеке. Потому что дать деньги пьяницу, купите у них лучшее дело рук их. Вот о чем. О трудовых домах он говорит. А мы начинаем. А вот сидит около храма. Знаете, в одном храме в Москве один так называемый нищий, он уже даже не мог просить. Он ложился, когда напивался поперек калитки на территорию храма, поднимал руку со стаканчиком и вот так лежал. И вот прихожане через него перешагивали. Он бронился, что кто перешагнул не подал и так далее. Но умер он с 48 лет. Совсем недавно. Кто в этом виноват? Не буду отвечать на вопрос. Пусть каждый ответит себе на этот вопрос. Кто виноват, что он умер не в покаянии? Милосердные прихожане? А милосердны ли они? Понимаете, вот добродетель она не может быть добродетелью, если она не имеет каких-то последствий. Без рассуждения. Без рассуждения. Там я перевожу пожилых людей через дорогу. А нужно ли этому пожилому человеку переходить на другую сторону? Ты у него спросил, он еще хочет. Да. Вот нужно ли ему это? Понимаете? Это же тоже такой вот момент. Очень важно. Нет, когда там кто-то несет тяжелую сумку по лестнице, конечно, надо помочь, конечно, надо поднести и так далее. Простите. Да. И этим мы отличаемся. Но я имею в виду в глобальном плане. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим на наши добродетели. А добродетели ли они вообще? Это раз. А второе, разве мы не должны ли все так поступать добродетели и за это не получать никакой награды? Причем Евангелие об этом говорит прямо четко. если твой раб пришедший из поля скажет кто из господ скажет своему рабу пришедшему из поля садись а я припаяцовавшись буду служить тебе. Если он выполнил то, что он должен был выполнить какую похвалу он за это получит? Никакой. Но мы должны быть добродетельны, мы должны переводить пожилых людей через дорогу, мы должны уступать место в метро положительно думать о других людях доверять не осуждать и так далее и так далее это норма это то, что дает человеку жизнь это то, без чего Адам стал терять лето Адама человек стал терять продолжительность жизни грех стал убивать 600-900 лет жили а сейчас 70 лет в лучшем случае 80 лет Аще в силах Аще в силах да хотя благословлено 120 в общем-то проживать что убивает? убивает вот это отношение к норме это норма это то, что ты должен делать ты этого не делаешь все вот как быть дальше нет, я не говорю что если человек умер в 50 лет или в 20 лет или в 5 лет значит он был недобродетельный нет, это я не берусь судить Бог распоряжается временами и сроками нашими но мы тоже прикладываем усилия к приближению в общем-то нашей смерти тоже прикладываем усилия чем угодно холестерином и так далее да и всякими другими поступками неблаговидными спасибо отче друзья пожалуйста включайтесь в беседу у кого есть вопросы поднимайте руку и наш сотрудник вам подаст микрофон если вопросов нет тогда я продолжу беседу может быть они возникнут тогда не стесняйтесь отче а сами святые осознавали то что они святые ведь мы читаем у святых постоянно о том что они сокрушались в своих грехах в своей греховности и мы понимаем что они же не кокетничали да это совершенно действительно правдивое такое истинное видение своего состояния и получается какой-то парадокс те кого мы считаем великими святыми на самом деле считали себя грешниками очевидно так и было как вот это разрешить ну конечно если человек ощущает себя святым то значит еще непонятно да где у него это святость и чего она там отражает и зачем ему эта святость нужна вообще святыми делает естественно Господь когда прославляет мы с вами знаем что в Царстве Небесном намного больше святых чем в общем-то мы с вами можем прочитать в святых да и ну об этом есть и обетование об этом ну мы прекрасно это понимаем осознание себя святым делает тебя сразу не святым то есть тот праведник который скажем так совершает добрые дела ради своей личной святости но это все равно что человек не верующий во Христа творит добрые дела то есть у Матюшина да у романаха романа есть прекрасные слова Господи мне с тобой и в аду будет хорошо да и в раю без тебя будет плохо то есть очень важно осознавать куда шли эти святые люди они шли к богообщению они не спасали себя вот это очень важный такой момент они не заботились они хотели быть со Христом и для этого они пытались ему подражать они пытались быть в его парадигме в общем-то ну в логике тех событий которые в общем-то они знали о Христе о послушании о всем и вот вот в этом плане мы должны четко понимать что естественно когда Господь говорит чадо мое любимое обращается в толку то святые всегда вернутся назад и будут смотреть кому же обращается Господь им будет это очень интересно но ни в коем случае они никогда не подумают что это к ним обращаются Христос это все-таки такое состояние разбойника на кресте благоразумного разбойника на кресте помяни меня во царстве твоем да ну мне кажется это очень важный аспект святости да возвращаясь к теме алгоритма да понятно что глупо говорить о какой-то методичке по святости или каком-то алгоритме это все очень таинственно но тем не менее вот если к вам подойдет прихожанин и скажет отец Игорь как не стать святым что вы ему скажете ну я наверное открою сразу евангелие скажу продай имение свое и следуй за Христом если этот прихожане напечалится да так как имение его очень небольшое то да под имением я здесь понимаю что подразумевает невозможность дальнейшего следования за Христом не в буквальном смысле продай квартиру вот и так далее да именно желание дальнейшего следования за Христом то есть вот все превратить в средство достижения Христа у каждого из нас есть цели у каждого там воспитать ребенка там семья что была благополучная да там работа что была и так далее но у христианина должна быть цель Христос о Божине приближение ко Христу тогда вот все вот эти маленькие цели дети супруга там и все сразу превращаются в средство достижения Христа то есть я должен так управлять пользоваться этими средствами чтобы достичь Христа ну тоже я уже приводил этот пример я как-то пришел и своей матушке сказал что рассказал эту теорию что цель моя это Христос а ты теперь становишься средством достижения Христа ну конечно матушка так напряглась сначала но она у меня очень мудрая так она так подумала походила не знаю не помню сколько там день два или может час два вот и сказала это прекрасно твоему средству необходимо шоколадка вот то есть действительно то есть я должен так пользоваться своей матушкой я причем так грубо специально говорю пользоваться матушкой чтобы достигнуть Христа можно ли телефоном забивать гвозди да можно не очень эффективно но можно телефон не для этого его пытаешься не уронить его пытаешься в общем-то как-то беречь чтобы он не пропал и так далее телефон для того чтобы звонить и если я к нему соответственно не буду относиться то он не будет выполнять свои функции если я соответственно не буду относиться так к своей матушке или допустим к своему священноначалью да вот то естественно но о каком царстве небесном о каком объединении со Христом может идти речь нет вот это невозможно живя в миру да вот для современного христианина вообще это реально достичь святости в мире интернета гаджетов там не знаю переизбытка информации вот святой блогер может быть например ну мы знаем по крайней мере одного такого святого блогера вас дорогой Сергей да ваш блог читаешь и становишься лучше вот я какие-то даже в общем-то не какие-то а многие проповеди в общем-то читая ваш блог особенно вот святых это как вы излагаете житие святых ну для проповеди это просто ценнейший материал ценнейший материал да и много-много что вы делаете именно в блогосфере так что мне кажется что вот мир он наоборот удобен для святости вот это мое такое современный мир современный мир очень удобен для святости чем знаете вот я когда служил в армии там было все очень конкретно там было все очень понятно вот это белое вот это черное и в нашем мире сейчас тоже все очень конкретно и очень понятно вот это добродетельное это зло это белое это черное это от Христа а это от лукавого очень четко скажем так все видно соблазнов много согласен Но мы же знаем, как, в общем-то, бороться с соблазнами. Правильно? Мы же знаем, ну, допустим, у нас есть с вами страсти естественные, негреховные страсти, так называемые. Ну, допустим, ощущение холода. Ты замерзаешь, и надо что-то одеть. Это нормальная страсть. Или, допустим, голод. Это нормальная, в общем-то, негреховная страсть, голод. Можем ли мы эти негреховные страсти превратить в греховные страсти? Элементарно. Вместо, скажем так, одной порции ужина, да, съесть и за завтрак, и за обед, и за ужин. И на всякий случай, а вдруг не получится завтра позавтракать? Дай-ка я еще и завтра. За завтрак, в общем-то, поужинаю. Вот, пожалуйста, да, вот тебе другое отношение. То есть, современный мир, он очень, ну, скажем так, контрастный. Он очень контрастный. И человек, у которого определенное желание, стремление ко Христу, в современном мире стать святым, очень просто. Очень просто. Вот, ну, это мое мнение. Это вот мое мнение. Да. А, к примеру, вот мы, нам всегда кажется, что, допустим, монастырь, да, вот идеальное место для спасения, для святости и тому подобное. Слушайте, монахами намного тяжелее. Монашеский подвиг, это, ну, действительно, вот недаром же мы читаем у святых отцов, что ангелы свет монахам, а монахи свет мирянам. В каком смысле свет? Нам кажется спокойная, размеренная жизнь, богослужение. Вот я сейчас туда пойду и там вот буду. Не-не-не-не-не-не-не-не-не, дорогой мой. Где много благодати, там и лукавый действует активно. И опять же, это мы в Священном Писании, и Священное Писание это, в общем-то, черпаем. Поэтому мои жизненные обстоятельства, мои жизненные соблазны, или соблазны, которые приходят в мою жизнь, это не так страшно, поверьте. Ими можно управлять. Огурчик к огурчику, горошинка к горошинке. И все, в общем-то, становится как-то вот на свои места. Но для этого надо иметь определенное сердце. Спасибо большое. У нас, кажется, есть вопросы в записке. Сейчас мы посмотрим. Ага. Так. Давайте посмотрим. Кстати, хороший вопрос. Есть ли в нашей современной Церкви точные критерии святости? По каким критериям канонизируют, я так понимаю? Да. Ну, да, естественно, есть определенные точные критерии святости. Естественно, комиссия, она рассматривает. Есть определенная, да, добродетельная жизнь, жизнь во Христе обязательно. Посмертные чудеса засвидетельственные. Да. И, в общем, нетленные мощи. Там безукоризненное православие. Да, да, безукоризненное православие. Да, ну, в общем, да, безукоризненное православие. Народное почитание там, по-моему, уже. Ну, да, народное почитание. Но это, кстати, вот, мне кажется, не совсем рассматривается. Народное почитание, насколько я там слышал в комиссии. Ну, вот есть определенный критерий. То есть, да, безукоризненное православие, жизнь во Христе, да, чудеса посмертные, ну, и так далее. Ну, вот такой, можно сказать, неудобный вопрос. Ну, давайте попытаемся обсудить. Как получилось, что деканонизировали некоторых новомучеников? Да, там, по-моему, была история, что вместе с святителем Василием Кенишемским убрали из святцев еще, по-моему, из десяток новомучеников, нашли какие-то материалы, якобы, компрометирующие, да, и, по-моему, мощи святителя Василия даже увезли, насколько я помню, да. Вот что можно по этому поводу сказать? То есть, что бывают ошибочные решения в церкви по канонизации, или как, вот, как сформулировать? Ну, вот, знаете, это, на самом деле, такой не единичный случай, когда, вот, то, что Вы привели, Сергей, да, в пример, ну, к примеру, Анна Кашинская. Она же тоже была одно время деканонизирована. По очень простой причине. Когда ее мощи, скажем так, вскрылись, то она лежала с двуперстием. Да, с двуперстием. И по этой причине ее деканонизировали. Но самое интересное другое, что после ее деканонизации верующий народ стал просить, просить о пересмотре этой деканонизации, потому что они уже понимали, что она святая. А эта деканонизация была совершена по одной простой причине. Не полезно было, в общем-то, вот, именно это двуперстие, на которое начали ссылаться, скажем так, старобрядческое направление христианства. Там возникали какие-то проблемы. Ну, и здесь, в общем-то, я считаю, что если пройдет какое-то время, если мы действительно вот так смиренно подойдем, если мы подойдем с доверием, но, естественно, в любом доверии мы имеем право выражать свое мнение. У нас же есть просительные молитвы. Господи, там, пошли мне то, сё, пятое, десятое, вот прошу тебя там, чтобы мой там ребенок там поступил туда-сюда и так далее, пятое, десятое, но мы же всегда в конце добавляем, но не как я хочу, а как ты, Господи. Потому что прекрасно понимаем, что ничего просто так не бывает, не бывает, в общем-то, у Бога. Ничего, абсолютно ничего. Вот для чего-то это, ну, просто необходимо было совершить. Ошибка это церкви? Нет, не ошибка. Вот я сразу говорю, не ошибка. Потому что, ну, церковь, она имеет власть своим чадом, скажем так, ну, предоставлять то, что им на данный момент все необходимо и полезно. Я буду так это ответить. Ну, и, может быть, можно добавить, что история не окончена, да? То есть надо просто подождать. Ну, очевидно, со временем будет какое-то разъяснение, какие-то результаты работы комиссии и так далее. Да, 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 да. Здесь, в общем, никаких даже вопросов не может быть. На этом нельзя строить какой-то, ну, знаете, такой провокационный момент. Меня вот сейчас прям подмывает рассказать такой случай. Я долго служил в Казанском соборе на Красной площади, 17 лет. И до 2000 года, если я не ошибаюсь, да, до канонизации царской семьи. В 2000 же году, да, канонизировали, если я не ошибаюсь. Вот, в Казанском соборе там были шествия, значит, крестные ходы с иконой царской. Мы как-то посчитали, до 50 молебнов подавали до канонизации царской семьи. А после канонизации, самое интересное, там встречались панихиды о царской семье. Ну, Казанский собор, это такая, знаете, на Красной площади, это концентрация всей православной жизни. Там вот абсолютно все, все-все-все такие интересные события, они вот проходят на ладони. Вот что это такое? Вот как к этому отнестись? Все, стало неинтересно уже, молебны уже не надо подавать. И молебны были крайне редки. Да и я сейчас, в общем-то, по храму, у нас есть икона царской семьи, и в алтаре, и в храме есть замечательная икона, в Оптиной написано. Но чтобы царской семье молились, ну, это бывает крайне редко. Молебны царской семье крайне редко. Что это такое? Вот тоже такой вот момент. Отсутствие церковного сознания, все больше протестантского сознания, что я являюсь центром вселенной, я являюсь определителем справедливости и так далее, и тому подобное. А справедливость может быть только у Бога, по большому счету. И все. Вот. Церковь – это тот орган, который все необходимое и нужное и важное для моего спасения в данный момент мне предоставляет. Все. Спасибо очень. Друзья, может быть, появился вопрос у кого-то. Да, пожалуйста, передайте микрофончик. Спасибо. Здравствуйте, Владислав Ильич. Как и Лена? Подожди на того, что легко стать святым. А как все время удерживать внимание, чтобы с рассуждением подходить ко всему, что происходит в жизни? Потому что как только забываешь Бога, сразу начинаешь действовать от себя, и все начинает сыпаться. Да, вы знаете, очень хороший вопрос. Спасибо большое. Но вы на части на него и ответили. В общем-то, ищите лица моего, говорит псалмопевец Давид. То есть всегда пред тобой должен быть образ Божий. Почему вот мы везде имеем иконы? Да, это вот именно, чтобы даже в физическом плане нам напомнить о Боге. Это очень важный момент. Я вот, знаете, кто-то говорит, ой, у меня столько иконочек, уже так это плохо. А я думаю, чем больше, тем лучше. Ты куда ни ткнись, чтобы везде видеть, в общем-то, Бога. И второй момент. Вы знаете, ну вот я бы порекомендовал бы вообще всему удивляться в положительном плане. Вот что бы с вами ни происходило, прям вот приучить себя удивляться. Господи, надо же, опять ты обо мне помнишь. Да, вот там огурчик к огурчику, да, горошинка-горошинка. Господи, надо же, ты опять обо мне помнишь. Опять ты меня посетил, опять ты меня там, это, растормошил и так далее. Вы знаете, это, в общем-то, полезно. Я в виде покаяния могу вам так тоже про себя любимого такой пример провести. Как-то, значит, читаю здесь недавно вечерние молитвы. Вот, встал на правила, стал читать. И в конце вдруг поймал себя на том, что прочитал утренние молитвы. Да. Вот. Да. И знаете, я так вот благодарен Богу, что он обратил на это внимание. Может быть, я и раньше так поступал. Может быть, я так и раньше заканчивал утренние молитвы вечером, что даже не замечал. Но здесь, в общем-то, заметил где-то уже ближе к концу. Ближе к концу, поверьте мне. Я был поражен. То есть, причем, как я это заметил? Ну, в утренних молитвах у нас же есть помянник, а в вечерних нету помянника. Я думаю, с какой стати? А потом смотрю, утренние молитвы. В общем-то, да. Вот поразительный такой вот момент. И я благодарен за это Богу. Я благодарен, что он вот так меня как-то немножко встармошил, но в конце. Надо уметь удивляться присутствию Божьего даже вот в таких каких-то моментах. Удивляйтесь. И вы тогда всегда будете находиться в диалоге с Богом. Ну, и, конечно, надо на все брать благословение Божие. Я вот считаю, абсолютно на все надо брать. Господи, благослови меня там сварить суп. Господи, благослови меня перейти там через дорогу. Прямо мысленно, внутренне, про себя. Господи, там, благослови съесть эту конфетку там, да. Господи, благослови покурить. И вы сразу будете слышать отклик в своей душе. На что вас Господь благословит, а на что не благословит. Да, ну, с куревом, я думаю, вы сразу услышите. Ну, может быть, не надо. Вот, может, это там тебе не полезно. Вот, и про конфетку скажет. Слушай, ну, вот десятая, она уже лишняя. Вот, да, вот. Обязательно вот услышите, если у вас будет такой внутренний диалог с Богом. Это от многого сохраняет. От многого, в общем, нас так бережет. Спасибо очень. Да, пожалуйста, может быть, еще передайте, пожалуйста. Можно без святости обрести Бога в себе и в Царстве Небесное? Без стремления к святости? Нет. Ну, без стремления к святости, да, вот, можно. А вот без святости, мне кажется, невозможно. Святость – это, знаете, наверное, вы правильный вопрос в нашей беседе задали, потому что мы его не осветили. Святость – это такой язык с Богом. Вот когда ты начинаешь слышать Бога, и когда ты его понимаешь, вот это и есть, вот, то есть без святости невозможно. Но вы никогда не поймете, что вы там стали святым человеком, но вы начнете слышать Бога в Священном Писании, вы начнете слышать Бога в окружающем мире. Вот у вас начнется вот этот диалог. Как-то одна, значит, наша прихожанка привела своего внучка, злостный внучок такой, шести лет, примерно, или там первый, что ли, класс, вот сейчас не помню, ну, шесть-семь лет, вот так может быть, такой злостный очень внучок, который не молится, совершенно никак не молится, не хочет читать правила перед причастием, в общем, ну, вот, просто. Ну, надо же как-то было бабушку поддержать, еще что-то такое. Ну, я его спрашиваю, говорю, слушай, ну, а ты вообще-то молишься? Он говорит, молюсь. Я говорю, ну, а как ты молишься? Говорит, ну, я вот своими словами, ну, расскажем, говорит, вот я утром встаю, подхожу к окну, руки так раскидываю в стороны, и говорю, господи, как все клево. Слушайте, бабушка вот такого молитвенного состояния не достигнет никогда. Никогда не достигнет, по себе знаю. Вот просто по себе знаю. И вот этот внучок, ну, он очень близок к святости, ну, он очень близок к Христу. У него простой диалог. У него, вот, а если я буду стремиться стать святым, быть похожим, там, на святых, да, ходить босиком по Москве, да, там, не мыть голову, там, или еще что-то такое, вот это совершенно меня не сделает святым. Вот вообще не сделает святым. Вот святые люди, они кроткие, их обычно не замечают. Вы с ними живете, и вы, скажем так, даже подозревать не будете, что они святые люди. Это вот тоже удивительный такой момент. Хотя в какой-то момент они так себя проявляют, что, в общем-то, ну, все думали, что все, загнулась Россия, революция, и вдруг сон новомучеников. И вдруг, откуда ни возьмись, появились такие адаманты в исповедании Христа, что, в общем-то, диву даешься. Потрясающе. Вот вам такой пример. Но никто из них, мне кажется, совершенно не стремился к святости и не задумывался. А вот, кстати, я хотел спросить, стоит ли нам думать об этом? Я стремлюсь к святости, я иду в храм, чтобы стать святым. Или это какая-то, ну, чуть-чуть гордая мысль? Надо просто жить. Мне кажется, надо жить. Нет, ну, на каком-то, может быть, первом этапе мы прочитали «Житие святых», и нам, конечно, хочется им подражать, и хочется, вот. Ну, это же, слушайте, это же замечательно, когда там вдруг подросток, там, лет 15-16, я рассказываю реальные вещи, начинает вдруг вечером молиться на аппликаторе Кузнецова. Ну, это же, вот он прочитал «Житие» какого-нибудь того, посмотрел, на что там, на какой горох можно ко мне встать, вот нашел у родителей аппликатор Кузнецова, встал на коленочке на аппликаторе Кузнецова, встал молиться. Вечернее правило. Слушайте, классно, классно. Для подростка это классно, для неофита это классно. Пройдет какое-то время, и вот такие подвиги, они могут уйти на второй план. Я ни в коем случае, вот, не принижаю их. Исаак Сирин так и говорит, что молитва без физического утруждения не воспринимается. Интересно, интересно, потрясающе, в общем-то. Да, то есть, вот, это стремление к подражанию святым людям, что я имею в виду стремление к святости, оно, ну, тоже в каком-то периоде необходимо, вот, может, в начальном. Но потом это, ты вдруг понимаешь, что это о чем-то о другом. Вот, и к тебе сразу приходит желание приобрести смирение и кротость. Ты начинаешь молиться, что Господи, даруй мне смирение, и Господь тебе столько жизненных обстоятельств посылает, чтобы ты не просто вот так механически смирился, а чтобы ты выработал это смирение. Да, Господи, дай мне кротость, да, и столько Он тебе посылает, в общем-то, обстоятельств для кротости, чтобы мама не горюй, просто прям вот. И если ты пройдешь, ты будешь и смиренным, и кротким. Спасибо очень. Ну что, друзья, а есть еще, да, давайте последний будет. У нас есть такой вопрос. Какие признаки и критерии смиренного человека? А как увидеть смиренного человека? Я говорил, это с радостью и благодарностью воспринимать все то, что Господь не спасывает тебе на жизненном пути. Мне кажется, это вот самый такой важный признак смирения. Ну, и вот я здесь говорил, что надо всему удивляться. Смиренный человек всему удивляется. Ну, в таком, в положительном ключе. Вот всему удивляется. Так что все мы смотрели «Остров сокровищ», детский мультфильм. Вот там доктор Ливси, просто прям потрясающий человек, говорит, у вас увеличена печеночка. Прекрасно. Вы умрете через, там, три дня. Замечательно. Да. Вот человек, смиренный человек, это не ноющий человек. Это принимающий человек. Это человек, который уже находится в радости. Да. Вот он, он смиренный. И он все принимает от Бога. Ну, все жизненные обстоятельства его от Бога. Какой же вопрос. И как жило в Мегаполисе стать простым и смиренным? Зависит ли вообще от места проживания, зависит ли от места проживания, возможности стать святым? Вот удивление, город, Мегаполис. Ну, не знаю. Мне кажется, скажем так, и в монастыре можно погибнуть, и в городе можно спастись. Вот, а как, в общем-то, стать смиренным в Мегаполисе? Ну, начните с уступания места всем и вся, вот, в общественном транспорте. Мне кажется, это самый лучший, в общем, такой тренажер для общения с другими людьми. Понимаете, вот вера, которую мы с вами имеем в своем сердце, вера во Христа, это не наша с вами заслуга. Это вот не потому, что мы хорошие, не потому, что мы там какие-то там замечательные и тому подобное. Нет. Вера – это дар от Бога. Господь каждому дает веру на тому человеку, который может этой верой воспользоваться. Как воспользоваться? Каждый христианин – это миссионер. Он должен проповедовать Христа. Кто-то делом, кто-то словом, своим поведением и так далее, и тому подобное. Вера – это большая ответственность. У нас есть одна прихожанка, она как-то приходит несколько лет тому назад и требователь так – «Батюшка, объясните мне, почему я верующий человек? Вокруг меня все нормальные. Вот верующих нету». Говорит, ей там за 60, она говорит, вот сейчас великий пост, говорит, все мои подруги, говорит, по театрам, по кино, по дискотекам кому за 60, а меня в храм тянет. Все, говорит, собираются косточки кому-то перемыть, и говорит, а мне молиться хочется. Вот я так прям слушал, думаю, господи, какой счастливый человек. И мы с ней стали, в общем-то, разбираться, в чем причина и так далее и тому подобное. Действительно, у ней никого нет вокруг верующих. А потом выяснилось, что у ней, значит, был, вот сейчас что-то, дед, у нее был дед, который погиб на Соловках, священник, о нем никто, в общем-то, не знал. И Господь, видно, в ее семье, в ее окружении выбрал ее как то, которое может понести эту веру, для того, чтобы она проповедовала Христа в этой семье. Какая разница, где я живу? В мегаполисе, в деревне, скажем так, на Стоженке или где-нибудь там в каком-нибудь спальном районе. Если у меня есть вера, Господь сам тебя направит, как ты эту веру можешь применить? Только примени, и все. А внешние жизненные обстоятельства, они, это просто обстоятельства. Это точно так же, как там, я не знаю, этот микрофон. В него может петь Киркоров или говорить Сергей Комаров. Вот разные люди, в общем-то, а микрофон один и тот же. Ну, не думаю, что Киркоров будет в такой микрофон, конечно, петь. Нет, Киркоров в Сретенском точно не будет. В Сретенском нет, но Сретенский потом продаст этот микрофон, а Киркоров его купит. И микрофону совершенно все равно. Ну, вот понимаете, и нам тоже должно быть совершенно все равно, в каких мы обстоятельствах. Обстоятельства у нас все. Мы уже не свои. Мы куплены дорогой ценой крови Господа нашего Иисуса Христа. И мы не свои. Мы Его. Все. Мы можем только глазами Христа смотреть на окружающий мир. Мы вынуждены так делать. И поступать соответственно этому взгляду. Не всегда это получается, вы скажете. Не всегда. Но мы должны так поступать. У нас поэтому есть жизнь. У нас есть таинства, с помощью которых Господь нам дарует силу и возможность, в общем-то, жить по-христиански. Так что, мне кажется, без разницы, где мы живем. Спасибо очень. Утешительно. Вы еще хотели? Давайте самый последний. Да, мне последний. Сейчас микрофончик вам дадут, чтобы наши зрители тоже услышали. АПЛОДИСМЕНТЫ. АПЛОДИСМЕНТЫ. АПЛОДИСМЕНТЫ мне просто как-то как-то Ваши Патеркорова и про Жириновского как-то отвлекнулась. И Вадим, почему? Потому что с одной стороны мы как будто бы... Ну, я просто пытаюсь понять, вы говорите, там, правила колонизации. Мы, люди принимают решения святой чьей, или нет, комиссии принимают. Или там чудеса, или безкуризмное православие. И мы разрушаем, говорит, вот Жириновский, там, Лёва Торнов как-то предсказывал, а может да, может нет. Вы где-то допущение-то сделали. Сергий говорит, Киркорова здесь не будет. А я вот думаю, а вот насколько наши критерии человеческие нам правда дают понимать, что человек святой или нет. Там же правда не надо понять. Никто не вышел в Старство Небесы и сюда не вернулся. В этом смысле мы правда, может он Киркоров завтра придет и правда станет святым. Или Жириновский. Но я просто... Нет, просто Киркоров наместник не благословит. Нет, я просто про сам критерий, про то, что, в общем-то, по большому счету это же не какое-то допущение. Понятно, что там в первом реках христианства все были святыми. Ну как бы был в категории святых, да? И здесь вот все равно же это не какое-то допущение. Мы всегда думаем, что мы верим, что разбойник правый стал святым, но мы не знаем, как он до конца. В каком-то смысле. Это тоже на вере. Как-то, да? Или как? Конечно, вера. А вот понимаете, я вам сразу скажу, что никогда во время земной жизни никто не докажет, что Бог существует. Никто не докажет. Вообще никто не докажет. Как только докажет, что Бог существует, это сразу переходит из области веры в область науки. Начнутся эксперименты, начнутся там доказательства и тому подобное. Ни один математик, ни один биолог, вот никто не докажет, что Бог существует. По одной простой причине. Если мы спасаемся верой, то эта вера и должна быть. Критерии человеческие. Бог делегирует церкви своей, которая будет существовать до скончания времен, ее не одолеет ад никогда. Делегирует церкви именно вот эта возможность критерия святости. Понимаете, вот то, что, допустим, Анну Кашинскую или Василия Книшемского деканонизировали, ну мы никак не обидели. Ни Анну Кашинскую, ни Василия Книшемского, они святые. У них одна большая проблема. Они в любви пребывают. Человек, у которого есть любовь, обидеть невозможно. Вот вообще невозможно. Поэтому вот здесь то, что церковь говорит, что вот этот человек святой. Знаете, у меня перед глазами стоит очень интересный такой момент. Блаженная Матронова Московская и неканонизированная Блаженная Макария есть такая. Их готовили к канонизации. И одну, и вторую. Схемонахиня Макария. Схемонахиня Макария очень известная такая. Да, вот у нас духовник к ней ездил, рассказывал немножко об этом. Она там недалеко, где жила, где-то под Гагариным, если я не ошибаюсь. Вот. У них житие абсолютно одинаковое. Вот абсолютно. Собранные чудеса абсолютно одинаковые. Но одну канонизировали, а вторую нет. Удивительное дело. Значит, не все от человека зависит. Значит, есть Дух Святой. И мы верим в то, что Дух Святой в церкви управляет. И, слушайте, ну, есть какие-то, ну, просто интересные какие-то такие факты, которые... Вот мне довелось общаться с одним очень стареньким батюшкой, он уже скончался. И он рассказал свою историю очень интересную. Значит, его отец родился в многодетной священческой семье еще до революции. И его, значит, дед был священником. А все его дети, я не помню сейчас, сколько там их было, мальчишек, все закончили семинарии, академию еще до революции. И ни один не стал священником. Ни один. На что, говорит, дед так переживал, что, в общем-то, наверное, это тоже один из факторов, который, в общем, приблизил его смерть. Нет. Деда расстреляли. Деда расстреляли. А дети, когда прошли вот эти все времена, они стали священниками в 30-40-х годах. Это тоже исповедническое такое решение, в общем-то, в те времена стать, в общем-то, священниками. И как бы род продолжился. Почему так? Что произошло? Как это объяснить? Господь иногда как-то закрывает, а потом, наоборот, в общем-то, может, их надо было сохранить, чтобы их сразу не расстреляли, чтобы они потом послужили, как-то донесли. Вообще ничего не знаем. Вот вообще. И почему вот здесь... Причем, вы знаете, обратите внимание, я сказал про Киркорова, рядом поставил Сергея, но не сказал, кто из них праведный. Да, вот это очень важный такой момент. Да и про Жириновского, понимаете, это же все такое чисто вот эмоциональное. Я просто говорю, что на самом деле Господь очень хорошо по этому поводу говорит Осипов Алексей Ильич. Он говорит, у меня очень много знакомого профессуры, говорит, из всех областей науки, говорит, абсолютно из всех. Говорит, но когда мне надо сложить печку, я зову печника дядю Васю, говорит, потому что, говорит, вся эта профессура мне совершенно не подходит. Вот печник дяди Васи, говорит, пропойца, который вот здесь, говорит, он подходит. Вот он пришел, сложил и ушел. Я ему заплатил, как договорились, и ушел. Вот Господь, Он берет людей, и Он знает, кого услышит, кто сможет донести имя. Одному дает веру, другому дает какое-то другое. Но о чем я хочу сказать? Все и везде Господь. Вот нет места, где нет Бога. Ну, наверное, только одно место, где нет Бога, это ад. И то это свидетельство любви Бога к человеку. И то в Псалтире говорится, и ты там уиси. Да, в Псалтире, в Псалмопея, говорит, что и ты там уиси. Но это он говорит на схождение, да, в общем-то, там толкование у Зигабина есть, что если, что в этот момент говорится о схождении, в общем-то, нехристова, да, разрушении и выведении оттуда праведников. Вот такое вот тоже доверие к Богу. Вот это самое важное. Вот это самое важное. А буду я святой? Не буду я святой. Мне важно быть со Христом. Все равно все только от Него. Но чтобы быть со Христом, я знаю, что мне надо жить по Евангелию. Я должен открывать Евангелие и жить по Евангелию. И все. А как там это будет? Ну уж пусть Господь сам управит. Спасибо большое очень. Спасибо всем за вопросы. Вот как-то хорошо было с вами беседовать, как будто в лесу, в избушке у старца какого-то. Вот прям, да, так мирно и хорошо. Спасибо за ваш опыт, за ваш юмор, за ваши знания. Спасибо очень. Помолимся. Спасибо. Спасибо. Спасибо.